итак всем привет с вами Арсений наша супер мега мини мастерская начинающая сегодня понадобилась такая шлифовальный барабан на сильный станок неровные детали чтобы можно было шлифануть и вручную конечно все делать и пришлось методом подборов и научных тыков вот сейчас будем собирать такую штукенцию конечно без помощи нашего всемогущего ютюба и интернета оставались у него такие кругляши сверление коронкой вот что понадобится принципе эти кругляши болт в данном случае у нас восьмерка две штуки так как делать буду сразу два барабана сверло 8 штангель инструмент сверлилка там болгарка пару капель клея и непосредственно сама наждачка которая уже будет в конце так в принципе как я и говорил долго болтать не будем итак сперва нужно просто рассвелить эти отверстия по диаметру 8 миллиметров итак раз два три четыре раз два три четыре засверлили ну и в принципе сейчас будем уже непосредственно нанизывать эти рубляши вот и склеивать нету собой для надежности и много не бывает особо не жалеем и продолжаем нашу сборку итак и мы ставим сюда шайбочку и ставим сюда тщательно стягиваем в принципе барабан можно сказать практически готов останется немножко его шлифануть и сделать фиксацию под наждачку но это будет немножко позже сейчас коневаем второй барабан а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Ставим шепочку и все тщательно затягиваем. И оставляем немного все это подсохнуть. Итак, для чернового правления я просто зафиксировал все это в серийный станок. Вот, установил на болгарку круг покрупнее, на тридцать шестой. Ну и сейчас просто верхнюю часть сниму, стараюсь подровнять. Вот так, основную мы часть сняли. Здесь, при помощи той же наждачки, уберев вертикальную слойку станка, сделаем уже финишную зачистку, чтобы было перпендикулярно основанию. Небольшое биение, конечно, присутствует. Но это скорее из-за самого станка, так как это соленый станок джет, но у нас люфт все-таки намечается. То есть люфт есть и сверху, и снизу, поэтому уж извините, как есть. Итак, аналогичным способом мы сделали и второй вал, вот, меньшего диаметра. Вот, ну и сейчас нам остается только зафиксировать здесь наждачку. Можно клеить, можно не клеить, кто во что гораст. Я еще немножко использую другой способ для этого. Вот, попробую вам его наглядно показать. Итак, выставил я пилу на нужную мне глубину, чтобы не цеплять болты. Вот, и сейчас проведу вот такой вот распил вдоль. И потом будем двигаться дальше. Вот такой вот у нас получился пропильчик. Вот такой вот. Вот такой у нас получился пропил. Вот, глубина у него в данном случае 8 мм. Ну вот этого вполне достаточно будет, чтобы зафиксировать вот здесь наждачку. Наждачку. Я выбираю покрупнее. Это где-то получается 80-ка. Но крупнее у нас, к сожалению, пока что продается. Пришлось заказать. Должны привезти. И теперь моя задача вставить сюда, закрутить и сюда. Ну, то есть отмерить нужную длину нам наждачки. Это то есть где-то здесь. Итак, наждачка у нас входит. Срочненько. Криворукие. Невероя. Итак, наждачка встала у нас сюда достаточно плотно. И осталось ее просто зафиксировать. Вот как нам это сделать. Ну, кто-то это делает опять же саморезами. Вот. Мы сделаем это немножко другим способом. Способ достаточно простой. Просто нужно сделать клинышек, который у нас сюда плотненько встанет. После чего подбить его молоточком. Чем, в принципе, я сейчас и займусь. Клинышек я сделал. Как видите. Как видите. Вот. Ничего сложного. После чего я просто его сюда загляю. И лишнее у нас отламывается. Лишнюю наждачку тоже можно подснять, чтобы она у нас не смущала. Сидит достаточно плотно. И думаю, никуда она у нас не денется. Итак, зажимаем все. Патрон. Зажали патрон. И, как это работает. Зажали патрон. Зажали патрон. Завязанно имеется. итак получается все даже лучше чем я предполагал вот останется теперь также наждак зафиксировать на маленьком барабане после того как он подсохнет и в принципе можно продолжать работать в следующем видео я покажу как наждак очищать потому что он быстро очень забивается достаточно вот есть один очень легкий простой способ чтобы очистить барабан наждачный в данном случае он выглядит у нас вот так и я покажу как его легко и быстро очистить и так понравилось видео можете ставьте лайки и дизлайки поставляйте комментарии ваши пожелания всем пока до новых встреч